ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату приветствуем всех наших подписчиков всех любителей овец гесарской породы а также аборигенных среднезиатских овчарок которых таджикистане называют саги тахмарда саги чапуни или саги тоджики это очередное видео нам прислал анвар нематов он проживает в куйбеши это куйбышевский район раньше назывался он так а теперь он называется абдурахмоне джоми очень красивые места и тому часто бывали тоже там очень много и гесароводов и овцеводов вот а саму анвара видите небольшое количество овец вот они присутствуют качество нормально есть и брачок но в основном овцы хорошие вот и все это время овцы находились у него вайлоке это наверху в горах на пазбищах летних а теперь их пригнали вниз и теперь вот здесь произошло такая вот ситуация происходит когда от одного чабана у которого недостаточно места на зимовках передается вот его количество овец передается уже другому чабану этого чабана зовут кутбеддин он тоже из куйбеша тоже из абдурахмоне джоми его овцы паслись по эти это тоже в горах высоко а теперь вот они тоже прибыли сюда и вот под горой муджи мастон это опять таки район абдурахмоне джоми здесь у него и качара своя и свои также вот собаки у нее тоже вот великолепный у него такой тангир пёс ну по-видимому ему лет где-то 3-4 это года этой собаки великолепный пёс мы видим как он внимательно следит за оператором сам он такой дружелюбный видите не боится камеры не боится не боится посторонних людей но занят он только овцами вот внимательно следить за тем чтобы овцы не разбредались никуда уходит это его задача самая главная конечно же охрана овец вот хищников потому что пасть бой аборигенные среднезиаты не занимаются как таковой хотя очень много фактов когда вот такие вот собаки остаются на ночь с ягнятами родившимися недавно и вот охраняющими их также гуртует иногда бывает такое а вот здесь мы видим что анвар своих овец передает кудбеддину и конечно же этому все предшествует а подсчет овец осмотр их на всевозможные болезни на то чтобы не было никаких хромых и других болезней чтобы не было потому что потом за это отвечает уже дальше чабан вот это место которое где происходит вот этот присоединение овец катаре уже под бедина это место называется арки на римахсу и там совершится как говорится вот воссоединение его овец с основной отарой и это дело такое обыденное вот люди приводят своих овец и передают их чабану за определенные конечно на определенных условиях за определенную плату это все делается потому что ничего бесплатного сейчас нет пастбище надо арендовать землю надо арендовать также нужно обеспечивать помощников чабана также нужно обеспечивать овец всевозможным вот например сеном если будет выпадать снег на самом деле дело такое кропотливое и достаточно очень тяжелое ну увидимся что здесь есть и домашний скот рядом пастется но там где будет постись это отара там конечно же будет обеспечены все условия будет выгоняться скот ежедневно для того чтобы попить чтобы попастись а здесь мы вот видим даже вот местная порода это коровка такая рядом с овцами овцы стоят спокойно так как среди них есть также там и козочки козыщие как раз таки служат они вожаки 100 отары и вот вдали мы видим там а уже говорится основная отара куда эти овцы присоединятся ну вот очень вот это мы видим момент когда идет подсчет овец мы видим качество хорошее очень качество овец не элита скажем но овцы достойные в основном это гесары вот джойдури я не вижу вижу кое-какие вот браконы вот этот вот например серая овца это это не гесар вот с пятнами всевозможные ну учитывается то что вы это отара сборная туда и люди своих овец подгоняют и также чабаны приводят своих овец но основная масса как заверил меня анвар очень хорошего качества овцы ну и мы видим что вот овцу видно достойные и тем более хорошо прошли они литовку видно что пришли они все упитанные а вот таким образом ведется отсчет вот палочкой много раз мы были свидетелями этого как считают овец вот достаточно хорошему чабану достаточно просто взглянуть на отару и он точно знает уже сколько примерно овец там находится вот и даже если одна овца вот пропала из стада то есть опытный чабан он моментально скажет что вот одной овцы нет и сразу снаряжается такая маленькая экспедиция чтобы найти овцу или же козочку этого мы были свидетелями часто но здесь вот видите всю отару теперь подсчитывают сколько овец что потом по факту уже перед хозяевами овец отчитываться такие вот будни чабанов и вот мы здесь можем оценить вот поголовье достойные овцы есть очень достойные есть овцы несмотря на то что есть и брак вот есть и козы но это все говорится повседневная жизнь все это снималось в окрестностях вот горы моча мостон красивые места молодец спасибо еще раз огромное анвару баракат ему в его овцах в его хозяйстве и чабанам конечно же за их труд вот тоже опять таки еще раз мы видим этого талгира великолепный пес очень нравится вот сразу видно что без всевозможных примесей заводских у него ясный такой взгляд внимательно смотрит и тем не менее он абсолютно спокоен посмотрите вот чужая обстановка много людей абсолютно спокоен еще раз пожелаем всем бараката удачи и успехов анвару и его друзьям